МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Антарктида". Шестой по счету континент нашей планеты. Самое холодное и самое суровое место на Земле. С момента, когда русские мореплаватели Фаддей Белинцгаузен и Михаил Лазарев открыли этот материк, прошло уже почти 200 лет. Но загадки, которые таит под собой ледяной покров Антарктиды, не раскрыты до сих пор. Кто-то считает, что в материковой массе льда спрятана иная жизнь. Другие уверены, что там хранятся ответы на вопросы о происхождении Земли. Возможно, что каждый из пытливых исследователей Антарктиды по-своему прав. Иначе никак не объяснить череду таинственных событий, отчасти документально зафиксированных, которые происходили здесь в середине 20-го столетия. И эти события до сих пор считаются главным секретом шестого континента нашей планеты. В 1959 году советская экспедиция, основавшая в Антарктиде полярную станцию Мирный, отправила группу из восьми исследователей вглубь континента, чтобы достичь Южного магнитного полюса. Вернулись лишь трое. По официальной версии, причиной трагедии были жестокая буря, сильнейшие морозы и отказ двигателя у вездехода. В 1962 году к Южному магнитному полюсу отправились полярники из США. Американцы учли печальный опыт советских коллег, поэтому в экспедицию снарядили 17 человек уже на трех вездеходах и с постоянной поддержкой радиосвязи. В этой экспедиции никто не погиб. Но вернулись люди на одном вездеходе. Все они находились на грани помешательства. Исследователи не смогли ничего внятно объяснить, и их немедленно эвакуировали на родину. Уже намного позже советский полярник Юрий Коршунов в беседе с репортером попытался рассказать, что произошло с экспедицией станции Мирный. Коршунов был один из тех, кто уцелел в походе к магнитному полюсу. По словам полярника, группа была атакована светящимися летающими объектами, напоминающими диски. Попытка снять аномальное явление закончилась плачевно. Фотографы камеры были уничтожены лучом, посланным с летающего объекта. Также погибли и те, кто стал отражать атаку с воздуха из охотничьих ружей. Репортер этот рассказ опубликовать так и не сумел. Коршунов тем временем умер. И лишь недавно откровения советского полярника стали известны американцам. Те сразу связали эту историю с еще одной антарктической экспедицией, отправленной с военно-морской базы Норфолк в 1946 году. Это была очень странная экспедиция. Она полностью финансировалась Пентагоном. И даже имела военное название «Прыжок в высоту». Командовал походом знаменитый полярник адмирал Ричард Бёрд. В подчинении адмирала Бёрда мощная военно-морская группировка, авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более двух десятков самолетов и вертолетов, около пяти тысяч человек персонала. Согласитесь, необычный состав для научной экспедиции. Действительно, в составе экспедиции было только 25 ученых. Остальные – военные. Среди них почти 4 тысячи морских пехотинцев. Перед выходом в море адмирал Бёрд на пресс-конференции заявил, «Моя экспедиция имеет военный характер». И хотя о подробностях он не обмолвился, некоторые журналисты высказали предположение, что миссия Бёрда – это поиск и ликвидация сверхсекретной нацистской базы, находящейся где-то в самых южных широтах. Это было время, когда в странах антигитлеровской коалиции живо обсуждали таинственное исчезновение высших партийных функционеров Третьего рейха после капитуляции немецкой армии, а также пропажу золотого запаса и высокотехнологичных разработок нацистской Германии. Высказывались разные версии, вплоть до того, что нацисты могли спрятаться где-то в Антарктиде, где заранее построили тайное убежище. В конце января 1947 года американская экспедиция подошла к Антарктиде и начала проводить авиационную разведку материка в районе земли Королевы Мор. За первые недели было сделано несколько сотен аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, едва достигнув ледяного континента, спешно сворачивается и в панике покидает берега Антарктиды. В Пентагон поступают неутешительные радиодонесения. Потерян эсминец, почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров. Членом Чрезвычайной Следственной Комиссии Конгресса США адмирал Бёрд заявил буквально следующее. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Кто поверг в бегство американскую эскадру? За полтора года до этого события в аргентинском порту Мар-дель-Плата сдались властям две немецкие субмарины из состава так называемого конвоя фюрера. Задачи этого сверхсекретного соединения до сих пор остаются в глубокой тайне. Экипажи подлодок допрашивали с пристрастием. Но добиться показаний удалось только у командира субмарины с бортовым номером У-530. За три недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Киля и взяла курс на Антарктиду. На борту подводной лодки находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками, а также реликвии Третьего Рейха. Командир другой лодки У-977 Хайнд Шефер на допросе рассказал, что немного позднее повторил маршрут субмарины с бортовым номером У-530. Дознавателям также удалось выяснить, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Уже давно существует версия, что некогда на Земле был единый суперконтинент Гондвана. Он существовал около 500 миллионов лет назад и объединял практически всю сушу, расположенную в южном полушарии. Куда делся этот суперконтинент? Разделился на несколько материков в результате, например, геологического разрыва и стремительного сдвига тектонических плит. Антарктида – один из таких материков и, вполне вероятно, может быть даже частью Атлантиды. Эта идея подсказана была Платон. По его расчетам, размеры пропавшей цивилизации подходят под параметры Антарктиды. К тому же, два века назад была найдена карта турецкого адмирала Мухиддина Перебея, составленная в 1513 году, где Антарктида изображена без ледяного покрова. Перебей свидетельствовал, что при составлении карты пользовался исключительно древнегреческими источниками. За идею, что секреты цивилизации атлантов могут быть сокрыты под ледяной шапкой шестого континента, ухватился Адольф Гитлер. Нацисты, как известно, активно занимались поисками древних знаний и высоких технологий предков. Руководство Третьего рейха понимало, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Отсюда многочисленные экспедиции тайного общества Аненербы на Тибет, в Латинскую Америку и, наконец, в Антарктиду. Искать тайные знания, искать знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индо-германской, так и вообще любой цивилизации мировой, Аненербы начало сразу, еще до войны. В Германии стало через какое-то время ясно, что по количественному численности вооружений и методов ведения войны на основе массовых армий Германия не может соревноваться с тем же Советским Союзом. Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства. Искать тайные знания на ледяном континенте Гитлер отправил несколько гроб. Чтобы соблюсти полнейшую тайну миссии, исследователи использовали исключительно подводный флот. Но уже по итогам одной из первых экспедиций, командующий Криксмарины, адмирал Карл Денец заявил, «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай». В 1943 году, в разгар войны с Россией, гросс-адмирал Денец произносит еще одну не менее загадочную фразу. Подводный флот Германии может гордиться, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Есть предположение, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом огромные тоннели. Со стороны океана, поднорнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Похоже, это и имел в виду адмирал Денец, когда говорил о неприступной крепости для фюрера на другом конце света. Судя по обнаруженным документам, нацисты на самом деле планировали создать в Антарктиде сверхсекретный полигон. Он получил кодовое название база 211 или новая Швабия. И якобы уже с начала 1939 года к берегам ледяного континента потянулись специальные суда, груженные горнопроходческим оборудованием, железнодорожной и строительной техникой. Туда же стали прибывать ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Зачем нацистам нужна была такая база? Есть разные гипотезы. Возможно, что немцы планировали держать под военным контролем южные моря. Кто-то считает, что в недрах Антарктиды искали оружейный уран. Есть еще интересное мнение. Там строилось убежище для элиты Третьего рейха на случай полного поражения в грядущей мировой войне. При этом приверженцы последней версии утверждают, что якобы уже в начале 40-х годов началась переброска будущих жителей антарктической Новой Швабии. Не только ученых и специалистов, но и партийных функционеров с государственными управленцами высокого ранга. И что туда отправили некие секретные производства. Кстати, сразу после капитуляции Германии американцы, которые активно вербовали немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, были озадачены тем, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего рейха бесследно исчезли. Не досчитались и около сотни подводных лодок военно-морских сил Германии. В списках военных потерь ни люди, ни лодки не значились. Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том, что часть какого-то наследия, технического потенциала, ученые, действительно была вывезена из Германии. И естественно, что антарктические полярные зоны оказывались вполне естественно в поле зрения их внимания. Все это не могло не встревожить Белый дом. К тому же ведомство Алина Далеса получило весьма интересные сведения от немецких подводников, плененных в Аргентине. Версия о существовании некой секретной базы нацистов в Антарктиде находила все больше подтверждений. И эту базу необходимо было найти и по ходу оперативной обстановки уничтожить. Именно поэтому в конце 1946 года к берегам шестого континента отправилась так называемая научная, а на самом деле военная экспедиция размером с эскадру под командованием Ричарда Берда. Но не тут-то было. Едва дойдя до земли королевы Мот, экспедиция была атакована. Но кем? Летчики рассказывали о выпрыгивающих из воды и атаковавших их летающих дисках, испепеляющих все живое лучах, странных явлениях массового психического расстройства людей. Не правда ли? В описании события есть что-то общее с рассказом полярника Юрия Коршунова. Только советские следователи были атакованы на суше, а экспедиция Берда – на море. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантемию. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Это воспоминания участника экспедиции опытного военного летчика Джона Сайрсона. Так что же это было? И кому эти летающие диски могли принадлежать? В послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Тщательно изучив эти документы, специалисты пришли к выводу, что немецкие ученые занимались разработкой очень странных внешне летательных аппаратов. Название «летающая тарелка» появилось в лексиконе позже. А тогда их называли «дисками». Специалисты были поражены. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским инженерам совершить такой технологический рывок? О разработках Третьего рейха в области летающих тарелок сегодня известно немало. Однако вопросов с годами не становится меньше. Насколько немцы преуспели в этом? Согласно некоторым данным, в 1936 году в районе города Фрайбурга потерпел катастрофу неопознанный летающий объект неземного происхождения. Его обнаружили, и, возможно, немецкие ученые при поддержке СС сумели отремонтировать и даже испытать его энергетическую систему и двигательную установку. Однако попытки скопировать устройство и воспроизвести технологию полета в земных условиях окончили с неудачей. Немногим ранее известный изобретатель Виктор Шаубергер строит свою тарелку и называет ее летательным аппаратом потустороннего мира. Аппарат имеет три параллельно расположенных диска. При работе нижний и верхний диск вращаются в противоположном направлении, создавая очень сильное поле и эффект антигравитации. Если верить свидетельствам, эта конструкция не только парила в воздухе, но и изменяла вокруг себя структуру времени. Есть мнение, что именно этот технологический аппарат стал прообразом будущих летающих дисков. Проектом заинтересовались в военном ведомстве. И позже данная разработка и другие похожие взяли под свой контроль СС и общество Ананарба. В этой связи, я думаю, что две основные идеи доминировали сознание высшего руководства нацистской Германии. Первая – это идея создания сверхчеловека. Второй очень важный аспект – это овладение магическими, техномагическими энергиями. Сюда следует отнести не только ядерную, возможности овладения ядерной энергией, но, безусловно, и аппаратами, дискообразными летающими аппаратами, то есть создание принципиально новой виды летательной техники. Еще до войны с тибетской экспедиции Ананарби в Германию были доставлены сотни старинных пергаментов на санскрите, древнекитайском, других восточных языках. Манускрипты подвергли самому тщательному изучению. Вернер фон Браун, создатель первых крылатых и баллистических ракет Фау, уже после войны обмолвился. Мы многое почерпнули для себя в этих бумагах. Расшифровки древних манускриптов, найденных экспедициями Ананарби, видимо, дали свои плоды. В 1939 году конструктор самолета Фоке Вульф, профессор Генрих Фоке, запатентовал самолет с вертикальным взлетом и турбинным двигателем, имевшим форму блюдца. В том же году немецкий изобретатель, бывший фермер Артур Зак, начал разработку самолета с крыльями дискообразной формы. Этот аппарат, названный АЭС-6, создавался в Лейпциге на заводе Миттельдойче Моторверке. Испытания начались в 1944 году на авиабазе Брандис. Летчик смог лишь оторвать АЭС-6 от земли, после чего правая стойка шасси не выдержала нагрузок от реактивного момента воздушного винта. Вскоре военные отказались от разработки. В конце 1942-го в воздух поднимается боевой летающий диск с названием «Охотник-1» диаметром почти 12 метров. Утверждают, что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов. Но относиться к подобным заявлениям надо крайне осторожно. Я думаю, что в серии ничего не было. Были единичные экземпляры. По некоторым отрывочным данным какому-то одному из них не знаю какому было присвоено значит индекс был присвоен ФАУ-7 Такие аппараты по-видимому по-видимому немцы хотели использовать как наблюдательные средства. Потому что шар ведь они тоже шары использовались надували там водородом или гелием. Ну и шар большой имеет размер его легко значит сбить. А вот такой диск когда вы на него смотрите со стороны вы его практически не видите. И вот генералы которые участвовали в Курской битве двое знают героев Советского Союза один летчик другой танкист они рассказывали что что-то такое видели какой-то диск висел во время Курского сражения значит и что такое они конечно никто не знали немцы или это наши они тоже не знали но вот по-видимому а у нас таких вещей не было сделано это я точно знаю потому что нашу историю авиации хорошо знаю вот по-видимому какой-то вот из этих трех аппаратов Согласно данным разведок стран антигитлеровской коалиции к концу войны у немцев имелось девять научных предприятий на которых испытывали проекты летающих диска при этом специалисты полагают что в период краха рейха могло быть перевезено в Антарктиду как минимум одно предприятие по разработке подобных аппаратов известный исследователь антарктических тайн третьего рейха Дэвид Чайдресс утверждает что так оно и было он называет дату 1942 год когда с помощью подводных лодок на Южный полюс были переброшены тысячи специалистов и рабочих а также летчики то есть если дальше развивать логическую цепочку то нацистская антарктическая база новая шваби это не фантазия и там все-таки было развернуто производство боевых летающих тарелок и именно эти тарелки вылетая из-под воды атаковали американскую экспедицию в 1947 году действительно ли такое могло быть если говорить об вылетах из воды которые были зафиксированы еще в 40-х годах и зафиксируются сейчас но на многом при полетах неопознанных летательных объектов из морей и океанов озер и так далее те модели которые были созданы немцами они могли работать только в воздушной среде или же по крайней мере полеты на твердой или же водяной поверхности так же как вот сейчас на воздушной подушке летают как и летают и кронолеты и связано это с тем что могли и в воздушной среде поднимались не на большие высоты связано это с тем что все они были так называемые вентиляторного типа все двигатели были вентилятором либо максимум газодинамического привода для продольного движения если это так то что же это за неведомые аппараты вылетали из-под воды и наносили огневые удары по кораблям адмирала Берда не исключено что немецкие переселенцы обосновавшиеся в Новой Швабии совершили невероятный научный прорыв и смогли создать более совершенные аппараты способные вести активные боевые действия в любой среде и ресурсы для этого прорыва были подчерпнуты непосредственно в недрах шестого континента ведь недаром Платон высказывал предположение что Антарктида это сокрытая толщи льда цивилизации Атлантов и эта цивилизация может быть хранилищем очень многих секретов некоторые ученые полагают что немецкая база в Антарктиде сохранилась до сих пор более того говорят о существовании там целого подземного города с названием Новый Берлин и с населением 2 миллиона человек основным занятием его жителей будто бы являются генная инженерия и космические исследования косвенным подтверждением существования базы называют неоднократные наблюдения НЛО в районе Южного полюса свидетели чаще всего говорят о зависших в воздухе тарелках и сигар возможно что именно этими объектами были атакованы советские и американские полярники которые пытались достичь Южного магнитного полюса в конце 50-х и начале 60-х годов можно предположить что исследователи слишком близко подобрались к тому месту где находится подземный город и обитатели базы включили свои главные оборонительные ресурсы чтобы остановить непрошенных гостей кстати в 1976 году японцы с помощью новейшей аппаратуры засекли одновременно 19 круглых объектов которые спикировали из космоса на Антарктиду и пропали с экрана кроме того ученые обнаружили на земной орбите несколько искусственных спутников неизвестно кому принадлежащих шестой континент продолжает хранить свои тайны к ним добавляются все новые вопросы и с годами их не становится меньше но надежда не угасает что возможно когда-нибудь эти тайны будут разгаданы